В летнюю жару мысли сводятся к одному – искупаться бы. Поэтому пляжи и водоемы становятся любимым местом отдыха взрослых и детей. Но как и на дорогах, на воде есть свои правила безопасности, которые почему-то зачастую игнорируются. А это чревато последствиями. Люди тонут. Виной тому чаще всего халатность. Вода халатности не прощает. С начала года в Брестской области на водоемах погибло 62 человека, трое из них – дети. Особое внимание я хотел бы обратить на то, что все три ребенка, которые погибли именно в откупальный сезон, причем двое из них находились в водоемах с родителями. То есть, еще раз обращаю внимание родителей и взрослых, максимум внимания детям, которые находятся с вами у реки, в озеро или вообще на водоеме отдыхают. Потому что присутствие взрослых еще не является гарантией безопасности детей. Следующий момент такой, что, как говорит статистика, 78% тех людей, которые погибли от утопления во время купания, находились в состоянии, мягко говоря, алкогольного опьянения. То есть, тоже исходя из этого, хочу обратиться к телезрителям и сказать, что в период отдыха у воды, во время рыбалки, ну, избегать злоупотребления спиртными напитками. Но даже будучи в трезвом состоянии, человека может поджидать опасность. Достаточно быть слегка уставшим, расслабленным и не совсем здоровым, чтобы столкнуться лоб в лоб с бедой и потерять контроль над ситуацией, возникшей в воде. Прежде всего, не купаться в состоянии усталости, не прыгать в разгоряченную воду, потому что основное последствие в этом случае – это судорога, а в этой ситуации не каждый человек может адекватно реагировать, потому что паника, человек, считаю, даже здоровый, тонет. Не заплывать за буи ограждения, которые выставлены на наших пляжах, потому что они определяют глубину, то есть безопасную, на которой можно плавать и рассчитывать на свои силы, рассчитывать на расстояние. Это не просто так, это есть определенные формулы, по которым это все выставляется и делается. Следующий момент – это не заплывать на фарватер судоходный, потому что подплывая к судам. Приходить на пляж и отдыхать с утра и после обеда, после пяти часов желательно, когда самый солнцепек, самая жара находиться на солнце, и пускай даже возле воды, нежелательно, потому что люди очень плохо переносят жару, тем более, когда такая 35-градусная жара. Как показывает практика, отдыхать безопаснее всего там, где несут службу спасатели, ведь несчастных случаев в этих местах не зафиксировано. А если и случается опасная ситуация на воде, то квалифицированная помощь оказывается незамедлительно. Спасать приходится тех людей, которые уже достаточно хорошо приняли на грудь, и о последствиях возможных, предотвращенных, они не задумываются. И пусть говорят, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего, а подстраховаться все же смысл есть. Что называется, береженого Бог бережет. Это простая, проверенная времени мистинно работает как на суше, так и на воде.